Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Тема дня», меня зовут Александр Вальмович. Прошедшие выборы, честно говоря, озадачили многоязычную, русскоязычную общину нашей страны. Вот о том, как итоги выборов воспринимают люди пенсионного и предпенсионного возраста, мой вопрос к председателю, руководителю, вернее, президенту общественного движения за права пожилых репатриантов Александру Берману. Александр, вам слово. Здравствуйте! Рад приветствовать вас! Добрый день, Саш! Саш, как прошла у вас предвыборная подготовка? Насколько она была напряженной и насколько то, о чем вы, скажем так, задумывались, совпало с результатами выборов? Ну, это две разные вещи. Как раз то, что было задумано нами, и осуществлено получилось на пять с плюсом. А вот результаты оказались на два с минусом, скажем так. Очень противоречивые у меня отношения к выборам. Почему? С одной стороны, те задачи, которые мы ставили перед нашим движением, перед собой, мы с ними справились на сто процентов. Речь шла о том, чтобы, во-первых, разработать программу улучшения жизни пожилых репатриантов и провести переговоры с руководителями ведущих партий и договориться с ними о том, что они понимают это и берут на себя обязательство поддерживать наше предложение. С этим мы вроде справились, я скажу, как и почему. Но главное-то для нас, конечно, было, как и для всей страны, большой неприятностью, что выборы снова оказались нерезультативными. В том смысле, что есть много очень шансов, большая вероятность, что снова не будет стабильного правительства. А пока не будет стабильного правительства, никакие осуществления наших планов и проектов, которые мы планируем, нам не грозит. Мы уже потеряли два года. Потеряли два года на этих выборах НЕСА 21-го, теперь 24-го созыва. И еще неизвестно, когда вся эта мутата кончится. Саша, когда вы говорите, что на 100% вы были удовлетворены подготовкой, расшифруйте, пожалуйста. Вы понимаете, все годы, которые мы существуем, когда дело доходит до выбора, мы ставим перед собой цель встречаться с партиями. И рассказывать им о проблемах, с которыми сталкиваются пожалели патрианты. И слышать от них, что они нам вообще-то обещают сделать в этом плане. Но пока не было коронавируса, мы встречались очно, делали конференцию, приглашали все партии. В зале сидело 300-400 человек, представителей движения. Ну а партии рвали рубашку и говорили, что все сделают. Но тем не менее, они делали. Это не были пустые слова. И как раз последние 5-6 лет были большие сдвиги, которые измеряются в сторону пожилых репатриантов и других нуждающихся пенсионеров. Практически выделено было 3-4 миллиарда шекелей. Наверняка у вас периодически возникает проблема с тем, что смотрят ваши маленькие дети или внуки. В интернете хватает мультиков, которые учат маленьких детей считать или отличать красный цвет от зеленого. Но очень мало мультфильмов, которые рассказывают детям о том, как жить в обществе и как в этом обществе нужно себя вести. Новый анимационный фильм «Тюби-Дубики» от создателей Тон ТВ рассказывает малышам о самых важных вещах в жизни. О том, что такое совесть, почему нужно говорить правду, почему нельзя брать без разрешения чужие вещи и о многом другом. «Тюби-Дубики» напоминают мультики нашего детства, где герои всегда были очень славными и симпатичными, а добро всегда побеждало зло. Милые котята заставляют полюбить себя и ваши дети их тоже полюбят. Каждую неделю на ютуб-канале «Тюби-Дубиков» появляются новые серии. Чтобы не пропустить их, зайдите по ссылке в описании под этим видео и подпишитесь на канал нового мультфильма. Смотрите «Тюби-Дубиков» вместе с нами. А в этот раз все осложнило, с одной стороны, пандемия. Но, как говорится, не было счастья, несчастья помогло. Благодаря пандемии у нас появилась возможность встречаться с отдельными партиями в Зуме, с руководителями. И мы в этот раз встретились с пятью основными партиями. С Ликудом, с Ешатид, Тиква-Хадаша, НДИ и Емина. Чего же больше? При этом мы напрямки беседовали с тремя руководителями партии. Это был Ерлапид, это был Гедеон Сарр, и это был Либерман. И все трое нам пообещали основные наши требования выполнить. Это было очень серьезно, на самом деле. Если они будут у власти, то это не пустые слова. Так наш опыт учит. Но дальше, вы знаете, опять ничья, опять полная неопределенность. Ну вот такая ситуация, не добавить, не убавить. Но здесь мы, как говорится, на миру и смерть красна. Потому что, в конце концов, это касается не только пожилых альпатриантов, а касается всей страны. Тем не менее, мы сильно продвинулись, продвинулись в части нашей программы, наших предложений. Они теперь уже в виде такой программы на несколько лет. Лишь бы было, так сказать, создано правительство, и можно было это добиваться. Ну, помимо, так сказать, вот этих казней, этой казни египетской, я бы сказал, две казни египетской. Одна казнь египетская, то, что мы четвертые выборы проскакиваем никуда вроде. А другая казнь египетская, это пандемия коронавируса. Ну, слава богу, вот здесь наша страна с этим справилась. Примерно за год мы оказались первые в мире. Впереди нас только Гибралтал, где 36 тысяч жителей. Мы полностью практически вакцинированы. Я внимательно слежу за тем, что происходит. Надо просто низкий поклон дать и нашим медикам, и нашему правительству, что мы вышли из этого кризиса, и похоже, что четвертого у нас уже не будет волны. Похоже на это. Ну, я думаю, также надо относиться философски чуть-чуть и к нашим выборам. Справились с пандемией коронавируса, справимся и с этой политической катавасией. Вообще это можно рассматривать как болезнь демократии. Когда демократия доходит до такого маразма, когда хоть выборы и есть, а ничего они сделать не могут. Через эту ситуацию проходили многие страны, не мы только. Ну, вот мы, значит, доросли до этого тоже. Но положительный очень эффект и явление в этот раз было то, что на фоне пандемии начала развиваться интернет-связь между людьми. Ну, чаще всего речь идет о программе Zoom. Мы уже почти год практикуемся в этом, собираем встречи, программы. Вот встречи все с партиями были на основе именно этого. Помимо этого мы провели очень значительную конференцию, посвященную пятидесятилетию суда над угонщиками самолета в Приозерске. Угон самолета планировался. Там выступали 13 представителей, тех, кто организовывали угоны, тех, кто проходили по этому делу. И нас очень порадовало, она была двухдневная, что первый день там было 650 участников, а второй день, так сказать, было 550 участников. Самое активное участие в организации этого принял один из проходивших последствий, Давид Майян. Вы, Александр Вальман, очень важную роль там сыграли, и Арье Парнес. И это нас вдохновило. Мы считаем, что необходимо сохранить память о том, как произошел исход советских евреев и Советского Союза. Мы ведь сегодня находимся как раз в этом самом празднике Песах. И самое время об этом вспомнить. Поэтому завтра, во вторник, 30 марта, мы проводим семинар, который так и называется «Все мы вышли из Египта». На этом семинаре выступит раввин Григорий Котлер, который расскажет о том, как отмечается Песах в разных общинах, Ашкиназии, Марокканцев и так далее. Он очень интересно это рассказывает. Но выступит еще большое количество ученых, писателей, журналистов и общественных деятелей, историков, которые расскажут на самом деле, как советские евреи были в положении евреев в Египте. То есть, как советская власть проводила политику государства ансимитизма, о том, как нам нельзя было поступать в институты во многие, нельзя было поступать в определенные учреждения на работу, как нас тормозили продвижение по службе. И, наконец, знаменитое дело врачей, как после войны по инициативе Ильи Эренбурга должна была быть опубликована черная книга о зверствах нацистов. И она была издана в Америке, а в Советском Союзе все было рассыпано об уничтожении антифашистского еврейского комитета. Там есть много о чем рассказывать. За один раз, наверное, у нас не получится. Ну да, это глобальные темы, темы вы собираетесь. Но мы в наших программах это тоже уже обсуждали в разных вариантах. Саш, я хочу вернуться все-таки к выборам и к тем Зумам. Многих это может интересовать, и не только эта тема, а вообще как приобщиться к этим встречам людей на Зумах, которые сейчас происходят каждый день, на самом деле. Сотни людей встречаются, обсуждают те вопросы, которые их интересуют. Литературные, музыкальные, кому что надо. Научные, кто на нашем сайте. Саш, все-таки я хочу вернуться к выборам, Саш. Вашу оценку получить. Дело в том, что я немножко в курсе вот этих Зум-конференций с лидерами, представителями партий, которые баллотировались к НЕСОД. В курсе, с кем эти Зум-конференции были, что представляли, что говорили. Но вот выборы закончились. Трое участников этих Зум-конференций в КНЕСОД не попали. Причем двое из них, это были, можно сказать, единственные представители русскоязычной общины в этих партиях, которых эта тема интересовала. Я имею в виду Талли Плоскову и Стеллу Вайнштейн. Скажите, пожалуйста, а кто теперь будет этим заниматься в этих партиях? Ну, Саша, во-первых, мы можем, я думаю, нам по силам работать и не только с русскоязычными. Нельзя сказать, что это совсем уж глухо. Например, в свое время мы обратились к Адеду Форору из НДИ и убедили его, что нужно подать. Очень нужный проект, и он подал его. Проект закона, я имею в виду. Поэтому нам станет работать труднее. Но, во-вторых, я так понимаю, что процесс не кончился еще, и стране грозят ближайшие выборы в ближайшее время. И, конечно, надо делать усилия, чтобы не иссякало количество и качество наших представителей в Кнессете. Это очень важно. В частности, если говорить о Талли Плосков, то, на мой взгляд, она одна из тех депутатов, которые сделала очень много для русскоязычной общины. И, конечно, очень важно, чтобы она могла продолжить свою деятельность, поскольку она специализировалась как раз на пожилых репатриантов. Поэтому мы не теряем надежду, что это случится. Но есть еще одно направление, очень важное, Саша. Для того, чтобы у нас что-то получалось, очень важно, чтобы сами репатрианты понимали, где мы находимся и что с ними происходит. Вот наши исследования показали, что доходы ежемесячные пожилых репатриантов в два раза ниже, чем других пенсионеров. И значительно ниже, чем пенсионеров-арабов и пенсионеров-хайдимов. Вот эти данные раскопали только мы, по данным ЦСУ, Центрального статистического бюро. И надо донести эти сведения и до депутатов, и до наших людей. Второй момент. Мы, конечно, все очень увлекаемся и болеем, кто должен побелить, какая партия, какой лагерь. Но мне кажется, надо добиваться, чтобы наши люди вели себя так же, как ведут себя эфиопы, как себя вертут ортодоксы. То есть надо добиваться, чтобы мы понимали, что надо не забывать заботиться о себе родных. Помните нашу песню Советского Союза? Мы очень хорошо ее исследуем. Жила бы страна родная и нет других забот. Но мы должны научиться заботиться о себе тоже, добиваться, чтобы не были мы, как евреи, в Египте. Чтобы нас не ущемляли в наших правах. Вот мы посчитали, что каждый пожилой и патриант, в среднем и нуждающийся пенсионер, ежемесячно недополучает 1300 шекелей. Это вполне реально. Кстати, многие партии на этих выборах уже предлагали, что они сделают подвижки, в этом смысле, очень близкие к этой цифре. Поэтому нам тоже надо понять, что надо заступаться за себя. Для этого мы создали коалицию общественных организаций. Туда входит больше 60 организаций. И вот как раз выборы КНЕСа 24-го созыва позволили нам проверить эту коалицию. Оказалось, что она очень устойчива, что хорошо работает. И те конференции в ЗУМе, которые мы проводили, как раз и показали, что это хорошая общественная сила. И все-таки я хочу вернуться к призыву, Саша, чтобы наши пожилые люди и не очень пожилые осваивали интернет и ЗУМ. Это дает им возможность расширять свои представления о том, как люди живут и получать то, что им нужно каждому. Общаться в той среде, которая их интересует. Вы можете, те, кто слушает, заглянуть на наш сайт пенсии репатриантам в Израиле. И там будут стоять все семинары ЗУМа, которые проводятся еженедельно. Каждый день недели выбирайте то, что вам нравится. Вот это тоже способ чинить наши дела. Спасибо, Саша. Спасибо. Всего самого доброго. Главное, будьте здоровы. И до новых встреч. Еще раз с праздником. Да, еще раз с праздником. И до встречи не только в ЗУМе. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Будьте здоровы. Всего доброго. Смотрите Ютон ТВ.